Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ С ангелами рядом Глава 20, 1963 год Ангелам нет места на Земле Ватикан среди родственников Папы Ранкалли были некоторые, которые умерли от рака желудка. К сожалению, он тоже унаследовал эту болезнь, поразившую его через несколько лет после вступления на трон Святого Престола. Он до последних дней своей жизни продолжал работать, писать из окна апостольского дворца, благословлять по воскресеньям собравшуюся на площади толпу верующих. Последний раз он сделал это в конце мая, а в начале июня у него поднялась температура около 42 градусов Цельсия. Ранкалли до последнего момента оставался в сознании, 3 июня он умер в возрасте 81 года. Чтобы не повторить ошибку своего предшественника, перед смертью он поручил бальзамировать себя хорошему специалисту, профессору, хирургу и директору уважаемой клиники в Риме. Тот, чтобы выполнить свою задачу как можно лучше, пригласил множество коллег, среди которых был профессионал по консервации трупов. Он предложил метод, правда, изобретенный им самим, введение в артерии жидкости, заменяющей кровь. Он успешно провел эту операцию на теле папы, а в последующие дни тщательно наблюдал, как протекает процесс консервации. Тем временем папу облачили в траурные одежды красного цвета и перенесли в базилику святого Петра, чтобы выставить перед алтарем для прошания. На Ранкалли очень подействовал вид разложившегося тела папы Пачели, когда он присутствовал на его похоронах, и он не хотел быть выставленным на всеобщее обозрение в течение длительного времени. К тому же он просил, чтобы его похоронили в Латеранском дворце. Пачели похоронили 6 июня, но в Ватиканских гротах. Конклав назначили на 19 июня. За день до голосования к монастырю монахов Капуцинов во Фроскоти поздно вечером одна за другой стали подъезжать неприметные машины с интервалом в 2-3 минуты. Из каждой выходил кардинал в красной шапочке, стучался в ворота и входил, когда ему открывали. Машины тихо отъезжали и скрывались в темноте. Когда все кардиналы собрались в просторной комнате за длинным столом, один из них сказал, многие иностранные кардиналы приехали в Рим за несколько дней до конклава. Не кажется ли это вам подозрительным, монсеньоры? Думаю, этот конклав будет непростой, подтвердил другой кардинал. Многие вопросы остались открытыми после смерти Ронкалли, и кто-то обязательно постарается повернуть вспять его новаторский путь. Монсеньоры, нам нужно выбрать достойного Пре. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб